Добрый день, на библейский портал Экзегет поступил вопрос. Человек спрашивает. Работаю в индустрии моды. Недавно узналось, что мода – это проявление тщеславия. Как теперь быть? Понимаете, надо определиться вообще, чего вы хотите в этой жизни. Если вы хотите двигаться к Богу, то я могу сказать, что не только одним тщеславием там попахивает, там и гордынькой, там и развратом попахивает, чем только не богата эта индустрия. Поэтому здесь тщеславие, я думаю, это самый маленький порог во всём этом перечне. Вам надо определить, чего хотите. Если вы хотите заниматься, ну вот человек любит водочку попить, а недавно узнал, что, оказывается, водку пить очень много плохо, да и мало – это не очень хорошо. Прекрасная цитата евангельская, когда говорит о том, что на самом деле есть пьянство. Не упивайтесь вином, ибо в вине есть блуд. Вот человек очень любит попить вина, но недавно узнал, что, оказывается, с точки зрения Евангелия, это грозит тем, что человек будет находиться в блуде. Надо принимать решение. Что он больше любит? попить вино, к которому очень привык, или всё-таки двигаться к Богу? Если вы собираетесь двигаться к Богу, то, к сожалению, придётся принимать решения, которые не всегда нравятся нам. Не всё, что приближает человека к Богу, оно приятно физически, физиологически и психически. Иногда придётся чего-то от себя отрывать, например, глаз себе вырвать или какую-то другую часть тела, чтобы лишить себя возможности двигаться в противоположную сторону от Бога. Поэтому индустрия – индустрия, любовь к работе – любовь к работе, а движение к Богу – движение к Богу. Надо просто для себя сесть и подумать, чего я в этом мире хочу. И если принятое решение, принятое понимание, оно будет означать, что мне придётся оставить эту работу, ну что, поздравляю. Я думаю, что Бог вас не оставит, безработными, что им тебе приличное найдёте. Бог помощь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.